У нас такое время сейчас наступило, мы как-то ринулись в обратную сторону выяснять, кто виноват. И у нас появилось очень много героев из того времени таких отрицательных. Мы стали называть фамилии, стали называть имена такие, которые для народа наши, вот такие, ну что ли, губительные имена и так далее, и так далее. А вот героев настоящих, мучеников, даже не мучеников, а вот действительно героев, мы не называем. Мы их в лучшем случае, как бы сказать, напечатаем, или восстановим, или реабилитируем. А вот назвать героев у нас язык не поворачивается еще, мы еще не доросли до этого. Вот Василий Макар Шукшин, он для меня безоговорочно относится к героям, героям нашего времени. И как бы не в литературном понимании этого слова, а действительно к героям. Потому что все время заманивали, ни раз, ни два эта атака производилась, все как-то его подмять под себя и заставить служить, писарем быть. И вот на все на это, вот настоящие подлинные художники, они не шли. И среди них, вот одним из первых для меня всегда будет Василий Макар Шукшин. И иногда он срывался на меня, потому что он говорит, вот вы считаете, да я молчусь. А вы ему не важно, ему надо было сорваться, вот я им под рукой оказался. С ним было находиться трудно, и в друзьях находиться у него было трудно. Он был, как сказать, он был как-то настроен очень страдать, вот в судьбе в народной был, он изнутри это все. А вот к людям близким, например, там скажем, к жене, к друзьям, он был беспощаден. Он как бы само собой разумелось, что мы должны страдать тоже, должны понимать и сострадать. И все время как бы быть в готовности, особенно это относилось, кстати, к жене. Какая страдательная энергия из этого человека входила, а потом, после смерти его, я не мог читать ничего, что он написал. Не мог, потому что я слышал интонации его. И вдруг понял, что там ничего, мне раньше нравилось, что это как бы юмор там большой и смешно. А потом понял, никакого юмора там нет. Это мой остаточный сталинский, что ли, сталинское воспитание остаточное. Раз на русском языке, значит, отрицательный или смешной. Это уже приучили нас, что на хорошем русском языке кулак только, может, говорить. Или щукарь. И нас уже приучили, что нас уже приучили к какому-то стандартному нерусскому, эсперанту какой-то. Вот он кричит прямо со своих книг, с экрана. Я помню, как, ну не один раз, не один раз, а много раз, все время возвращался Василий Макарович вот к тому термину, которым их целую плеяду писателей обозвали, деревенщики. Все время, значит, нервно очень к этому возвращался, все пытался как-то сформулировать. И, в общем-то, всегда точно попадал, потому что вот это действительно, и особенно это во времена застоев, уже расстреливать нельзя, так вот хоть унизить или хоть как-то обозвать. А это русская литература, а не деревенщики. Не, ну, как сказать, как ухватились там Чудик, Чудик, ну, Чудик, придурок, да? Нет, Чудик это, это и есть герой. Он не был великий русский артист, трагический. Вот так, как он сыграл в «Колине красной» или в печках-лавочках, долго еще. Ну, это для меня, это по мастерству, это где-то близко к Чапаеву, бабочке. Причем близко, как не снизу, а сбоку, как бы, на равных. Вот Шукшин вышел на двух героев, одного он успел написать, а другого нет. Вот про Степана радио он написал, и он не сыграл, это беда наша национальная. А вот второго героя, протопопа Аввакума, он не успел написать, хотя был готов к этому. Он очень не любил рассказывать, очень никогда про замыслы, все, наоборот, очень сердился, когда мне что-то вырос. Но вдруг, однажды, рассказывали, как выходит на мороз из землянки Аввакум. Это уже значит, что он был переполнен этой работой, и уже он задыхался, ему нужно за стол было садиться. Ему нужно уже было приступать к этой работе. А у него так все как в кучу сбилось, надо снимать картину, готов к работе над романом, и не закончил еще съемки в фильме. И вот, значит, утром 2 октября в жизни не станет. Шукшин рвался куда? Он рвался вот в наше время в перестрой. Он ее заразил, он был лично заинтересован в этом. Такая трагедия в том, что вот, когда она наступила, его нет. А он очень многое для этого сделал. Он жизнь на это положил. Будут другие люди, другие талантливые люди, другие герои. А его уже не будет, к сожалению. Так вот, чтобы эта боль его не уходила, страдания его, оно должно сегодня все время быть с нами. На печках, лавочках и на колене красной я убедился, как Шукшин напряженно и очень как-то самоизнашивающий, что ли, он работал на площадке. Он работал с актером как дирижер с музыкантом. Вот у него был, конечно, абсолютный слух. И он, конечно, был в этом отношении уникальный человек. Он великолепно пел. Пел необычно все песни. Вот знакомые песни, там, скажем, он пел как-то так по-своему очень. Вот, допустим, Хас Булат, там, до Третьих Петухов он когда читал, каждый раз он песню не прочитывал, а пел ее, пропевал. И я всегда просто упивался вот этой удивительной музыкальности его. И я считаю, что вот, в общем-то, это одна из главных черт его таланта, что он удивительно умел слушать людей и умел это схватывать на бумаге. Ведь когда мы его читаем, скажем, сценарий, когда я изучаюсь там для работы, то интонация уже есть. Музыка, фразы есть, музыка есть, есть, и уже как бы играть-то нечего. Если, скажем, ошибаешься, то Василий Макарович, он подсказывал музыкально. Он говорил, проговаривал эту фразу, не навязывал, что ли, но он музыку проговаривал. И не надо было говорить, что, дескать, вот здесь сыграй то-то или то-то. Потому что вот за музыкой стояло все. Он просто удивительно умел, вот как-то, через музыку речи создавать характер человека. Прошу теперь курить. Далеко? Еду. К югу. На курорт. А вы, извиняюсь, кто будете по специальности? Конструктор. А, к югу-то хорошо. Скоро я махну. Там море черное, песок и пляж, там жизнь привольная, черно рвает нас. Так-так, что нам тут приготовили? Мой кузанчик, каракузичка ты мой, кузатенький. Ну, ключи, конечно, забыл дома. Ваня, тебе есть ножик? Есть. А то, если не торопишься, спешишь. Чего ломать будете? Ой, такой добрый чемодан. Ничего, на наш век чемоданов хватит. Верни, Иван. Открыл. Вы не по тракторам конструктор, нет? Нет, по железной дороге. А, а то бы я вам задал парочку вопросов. Нет, лучше не надо, Ваня. Я устал от вопросов. О, коньячишка. Ка-вэ-к-вэ-ка. Прекрасно. Рунишка. Кипюры. Это интеллигенция. Ну, кто же деньги кладет в чемодан? Шик, блеск, тру-ля-ля, как говорим мы, когда заканчиваем какую-нибудь удачную конструкцию. Это лучше выпьем. Нюра, присаживайтесь с нами. Наливай, Вань. Ух ты. Ну, ребятки. А так вот живешь, работаешь, а радости нет. Настоящей творческой работы мало. Так, мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Все время в напряжении, нервы как струны натянут. Очень боюсь, что когда-нибудь они лопнут. Так вот. Дим! Да. Да ведь это железная дорога. Тут так ты проедешь, голова кругом идет. Да. А вам же все время думать надо. Ладно. С Богом. А вот у нас авиаконструкторов. Работу складывается. Вы же сказали, что вы по железной дороге, конструктор. Нет, я по железной дороге, но с авиационным уклоном. Вот, например, сейчас мы разрабатываем систему игрок. Железная дорога без мостов. Как это? Вот так. А вам, товарищи, стыдно бегать по милициям и вносить дезинформацию. Это я же еще вношу дезинформацию. А что это у вас на столе? Боржоми? Это коньяк. КВВК. А что, на стране сухой закон? И не бегайте. Не травмируйте людей. Люди едут на заслуженный отдых. А кто вы такой, собственно? Это же самое. Я хотел спросить у вас. Где вы работаете, кстати? А вы куда едете? В Новосибирский академгородок. Так где вы работаете? Это не ваше дело. Хорошо. Я постараюсь это узнать. Через Николая Сергеевича это не составит труда. Товарищи, вы же не слышали, как он тут обзывался? Он, например, сказал про фурсетка. Это ваше мужское дело. Вышли в тамбур, выяснили отношения. Нет, вы приводите милиционера, отвлекая его тем самым от его прямых обязанностей. И внушайте работникам сельского хозяйства и доверие к форме. Спокойно, спокойно, товарищи. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. А ты сейчас, Иван, спрашивал насчет системы игрок. Да. Только что на ваших глазах сработала система игрок. Мы же были в воздухе. Как в воздухе? Никто. Никто. Нервишки. Так вот, мы были в воздухе. Нам кажется, что смерть у нас впереди. Она сбоку, она все время с нами. И каждый из нас в любое время имеет право на нее. Смерть — это не пропасть впереди. Это пропасть рядом, сбоку. Мы идем вдоль нее. И смерть — шаг в сторону. Редактор субтитров А.Семкин